Большое спасибо тем, кто остался. Мой доклад про проблемы измерения производительности Erlang-приложения. Я, как уже сказали, из компании MachineZone. И у нас одни из самых крупнейших игровых миров. Но то, о чем я сегодня расскажу, будет относиться к опыту создания open-source бенчмарка, который мы пилим тоже. И пусть вас не пугает слово Erlang в названии, потому что большая часть доклада, скорее всего, будет относиться ко многим языкам, не только к Erlang. О контексте. То есть какие у нас цифры, что мы измеряем, что мы мониторим. Попробую объяснить эти цифры снизу. 10 квадратов рабочих станций – это довольно-таки просто. Я думаю, все такую цифру себе легко могут представить. Миллион потоков – это немножко сложнее. То есть тут нужно вспоминать, что ограничение есть 64 тысячи портов в IP. И вы уже просто с одного IP-адреса такое количество потоков не сможете создать, не сможете использовать. Ну, нужно навешивать дополнительное количество IP-адресов. Благо, обычно там Amazon это умеет, добавляют IP-адреса, и у вас получается создать такое количество, допустим. Сложнее продемонстрировать цифру 100 миллионов. Ну, можно сравнить, например, с населением Москвы. Если считать, что в Москве 15 миллионов, то каждый москвич должен кликнуть примерно 7 раз в секунду, чтобы получилось такое количество запросов. Это довольно много. И доклад как раз о том, как адекватно мониторить такую систему. Проблемы с измерениями, о которых я бы хотел поговорить, я разделил на две части. То есть это адекватность самих измерений. Есть такие измерения, которые просто портят систему. Это классический пример, допустим, импульс квантовой механики, когда вы берете, измеряете его, но система уже не такая, как была раньше. Ну и для тех, допустим, кто далек от квантовой механики, это, например, масса частей здорового человека. То есть как только вы разделяете человека на части, он перестанет быть здоровым, и непонятно, какого веса у него были отдельные части. И другой класс проблем – это адекватность обработки. Допустим, вы измерили температуру у людей, очень хорошо ее измерили, очень правильно, но затем взяли и усреднили, например. И вы потеряли, собственно говоря, всю информацию. Но, возможно, это именно то, что вам было нужно. То есть зависит, конечно, от ситуации. И первая часть доклада про измерение времени, но это время, естественно, не такое, как абсолютная дата, день недели или что-то еще. Это измерение каких-то временных промежутков. То есть, например, система получила запрос, как-то на него отреагировала. И вы даже, когда речь не идет о хайлоде, а когда, допустим, сотня, две сотни событий каких-то, вы их не можете вот так просто просмотреть и все решить. Но это довольно сложно. То есть, когда человек анализирует данные, ему хочется иметь одну, может быть, пять цифр каких-то. Ну и понятно, что первое приходит в голову – это среднее. Среднее – плохой, классический плохой пример. Как бы на нем сильно не будем задерживаться. Есть минимум и максимум. То есть, узнав, какая у вас температура где-то в больнице максимальная, вы тоже что-то получаете, но вы не узнаете, сколько, например, больных людей или еще какие-то детали распределения. Ну и есть такая штука, о которой уже много говорили здесь на конференции. Это персентили и квантили. Грубо говоря, это такой уровень, который не превышается в заданном проценте выборки. Ну и я решил это продемонстрировать, чтобы показать, что происходит, когда берем персентили, например. То есть, вот такая выборка с несколькими выбросами. И есть среднее. Тут можно увидеть, что среднее на самом деле не относится ни к какому из результатов. То есть, оно больше, чем большинство результатов, но меньше, чем вот эти выбросы. По среднему вы, естественно, не узнаете, что они вообще есть. Но я не говорю, что среднее нельзя совершенно использовать. То есть, его нужно использовать иногда, но нужно при этом знать, что оно дает. 50% персентили – это то значение, которое не превышается в половине вашей выборки. То есть, видно, что половина выборки где-то легла под это значение. Обычно еще измеряют 75% персентили. Он также может съесть ваши выбросы. Ну и 95% персентили, например, 99% персентили. И большие компании любят бороться за 999% персентили. Это, собственно, значение, которое не превышается на 99,9% вашей выборки. То есть, Amazon, например, борется за него. Дальше, если добавлять девятки, кто-то считает, что это оправдано экономически. Кто-то считает, что нет. Плюс ко всему, когда у вас данных становится действительно много, ну там миллионы какие-то, не миллиарды, вам довольно сложно их адекватно посчитать. То есть, даже вычислить персентили, нужно пробежаться по всем данным, каким-то алгоритмам, может быть параллельным. Это все довольно сложно, поэтому в большинстве случаев используют сэмплирование. Сэмплирование – это просто выделение подвыборки какой-то, по которой вы вычисляете значение, которое вам интересно. Как работает сэмплирование, я как раз сейчас продемонстрирую. То есть, есть, например, какие-то события, которые неравномерно распределены по времени. То есть, вот здесь на девятой секунде больше всего событий, на восьмой поменьше, ну и в первых секундах довольно мало. То есть, если посмотреть распределение по времени, это будет примерно так. Ну и первый способ, такой самый простой, который я бы хотел показать, это кольцевой буфер. То есть, первое, что приходит на ум, берем какое-то количество событий, запихиваем в буфер, как только приходит новое, то убираем оттуда самое старое. И тут у нас в примере, например, 15 событий. Это на четвертой секунде, это на восьмой секунде. То есть, мы, конечно, не потеряли там минимум, максимум. Они вроде где-то близко относятся к нашим событиям, но тем не менее мы потеряли очень много информации о данных, которые были между, собственно, восьмой секундой и четвертой. Что мы видим на двенадцатой секунде? Тут мы теряем минимум, максимум. Тоже как бы плохо. И на последней секунде мы еще и забираем события, которые, собственно, не относятся к тому временному промежутку, который нам интересен. То есть, мы какие-то данные берем с предыдущих секунд, потому что просто в это время не было нужных событий. Собственно, это происходит, когда пользуются сэмплированием. Плюс можно, конечно, использовать окно в секундах. То есть, это примерно такой же способ, но вы, например, берете, мониторите каждые четыре секунды и события храните за последние четыре секунды. Вроде бы у вас данные все становятся правильными, но можно очень легко получить переполнение. То есть, если у вас начинает приходить очень-очень много информации, то у вас происходит такое. То есть, вы можете запросто превысить отведенную вам память. Ну и следующие секунды понятно, как выглядит. Ну и на 16 секунде одно событие. То есть, самый адекватный, но тем не менее опасный. То есть, вы, когда возникает реальная нагрузка, просто получаете нехватку памяти какую-то. Кроме того, что можно придумать? Можно случайно выбрасывать числа из выборки. То есть, то же самое количество событий, например, но выбрасывать не самое последнее, а случайным образом. Тут для некоторых случаев этот способ дает выигрыш. То есть, в данном примере не очевидно, чем он лучше. То есть, для четвертой секунды мы также потеряли максимум-минимум. И для двенадцатой секунды тоже. Но, тем не менее, у нас есть какой-то дополнительный случайный фактор, который нам позволяет в некоторых случаях не терять данные. Еще есть такой способ, когда добавляется время. То есть, мы не просто используем случайное, а мы еще учитываем время, когда приходит это событие, добавляем вот такую формулу. Есть статьи, можете почитать о том, почему этот способ лучше. Он действительно лучше на некоторых данных. И вот на этих данных он оказывается лучше. Ну вот, здесь мы, конечно, тоже потеряли минимум-максимум, но, тем не менее, данные более распределены по секунде. И вот эта формула, которую вы видите в правом верхнем углу слайда, это вот как раз число, которое считается рант. Это случайное число от нуля до единицы. Для каждого события вычисляется вот эта величина, и они упорядочиваются по ней. И, соответственно, выкидывается самое меньшее. Ну, как бы, вот что мы видим на 12 секунде, например. И на 16, естественно, из-за того, что событий мало, мы захватываем все предыдущие. Как бы, ну, это довольно ожидаемая проблема. Вот, в принципе, любое сэмплирование, какое бы вы ни придумали, не будет работать на универсальных данных. То есть всегда можно придумать будет выборку данных, для которых будут включены ложные события, неправильным образом посчитается статистика и так далее. То есть, как бы, проблема. Вот. И самая известная библиотека, это уже эрланговая специфика, Folsom, которая, собственно, реализует большинство из вот указанных видов сэмплирования, базируется на ETS. То есть ETS для людей, которые не знакомы с эрлангом, это такая in-memory база данных в эрланге. Хорошая штука по поводу нее, это то, что она поддерживает параллельную запись, параллельное чтение, если вы задаете, поддерживает там множество, упорядоченное множество и все такое. То есть по-хорошему это то, чего не должно быть в функциональных языках. Это как раз-таки мутабельное состояние, то, которое не любят функциональные программисты. Но, тем не менее, вот в эрланге большинство способов, которыми люди пользуются, завязаны так или иначе на этот ETS. Folsom поддерживает счетчики, о которых мы поговорим дальше. Поддерживает истории, одиночные значения и гистограммы. Гистограммы – это вот как раз такая штука, о которой я говорил. Время, допустим, какой-то набор значений с сэмплированием. История – это просто куча значений, которые вы храните, как они есть. Ну и одиночные значения – это когда вам нужно что-то измерить, и у вас, например, нет неравномерности в этих событиях. То есть, например, вы измеряете загрузку CPU, и она приходит каждые 4 секунды, каждые 4 секунды вы ее мониторите, и вам, естественно, не нужно ни персентили, ни квантили, просто нужно одно значение, тогда вы используете просто одиночные значения и все. Вот. Ну и он достаточно простой. Если будете пользоваться Erlang'ом, и вам понадобится какой-то простой мониторинг, то берете Folsom, говорите создать метрику, записать метрику, все очень просто. То есть получаете все, так скажем, из коробки. Вот. Но вы не получаете экспорта метрик. Это вот проблема в том, что вы не можете их отправить из Folsom'а сразу в Graphite или куда-нибудь из TAS-D. Вам придется писать экспорт собственными руками. Ну и я тут для того, чтобы показать, что библиотека доступна, привел ссылку на GitHub. Вот. И есть проблемы, о которых, может быть, большинство не подозревает. То есть есть ограничения, во-первых, на количество ETS-таблиц. Если вы создаете Folsom'и метрики, вам кажется, что сколько бы у вас ни было их, пока они влезают в память, например, все должно быть хорошо. Но нет. Вы выходите за 1400, такое магическое число, которое задано в Ирланге по умолчанию, и у вас все падает. Конечно, это исправляется, но в первый раз, когда вы это находите, обычно люди не радуются. Есть поток опасности. Вот странная штука. В нашем современном мире до сих пор пишут потокоопасные программы. То есть я не говорю о том, чтобы просто из нескольких потоков добавлять какие-то значения в гистограмму. Если вы будете активно ее создавать и удалять, то в конце концов вы попадете в такую ситуацию, когда у вас она не создалась, но процесс уже пытается в нее писать. Собственно, мы на это нарвались. Это тоже очень неприятная штука. Пришлось писать обертки вокруг фолсомовских гистограмм, для того, чтобы он стал потокобезопасный. И такая странная штука, блокирующая запись. То есть если вы посмотрите исходники фолсома, там везде написано, когда он создает ETS-таблицу, write-concurrency. То есть по идее должна быть запись конкурентная. Но в исходниках, в документации Ирланга написано, что cordered set, write-concurrency просто неприменим. То есть может быть они его писали еще в какие-то стародавние времена, когда был старый Ирланг, который это поддерживал. Но в современном Ирланге это не дает ничего. То есть они просто используют несовместимые опции. Может быть просто библиотека старая. Следующая библиотека это экзометр. То есть у него гораздо больше видов гистограмм, разных сэмплирований под ваши данные. И это вроде бы хорошо. Вы можете использовать также фолсомовские все виды гистограмм, все метрики. То есть он просто включает фолсом. Вы можете все использовать, что там есть. И вы можете просто задать свою метрику. То есть если вы придумали какое-то там сэмплирование, например, хитрое, или у вас есть бэкэнд для метрики, который очень-очень быстро эти числа запоминает, то вы можете его прикрутить к экзометру и будете иметь накладные расходы в виде вызовов, методов. Не так много. Вроде не такая проблема. И он, в отличие от фолсом, поддерживает отправку во внешние среды. То есть графит, стас-д, куда вы захотите, вы можете это отправить. Это как бы очень удобно. Но о проблемах немножко позже. То есть есть такая штука сейчас популярная, HDR гистограмм. Как раз это библиотека, которая не использует сэмплирование, о котором я говорил, плохое. То есть там используется бакетирование. Просто данные разделяются на диапазоны и запоминаются для какого-то диапазона, сколько было срабатываний. То есть такая стандартная штука. HDR гистограмм хорош тем, что он использует тот факт, что вы измеряете временные задержки. То есть все остальные средства, фолсон, экзометр, ему неважно, какие вы числа складываете, там отрицательные, какие-то большие, маленькие. Здесь учитывается то, что есть разница между 1 сотой и 2 сотами секунды, например. Но нет разницы между 100 секундами плюс 1 сотая, 100 секунд плюс 2 сотых, например. То есть эти промежутки временные, бакеты, увеличиваются. Чем дальше от нуля, тем больше. Ну и нету отрицательных, естественно, времен. За счет этого получается создать такое компактное представление для временной задержки в виде вектора и уже не терять какие-то персентили. Но, конечно, огрублять данные. Но тут как бы понятно, что именно с такой поправкой, что вам не должно быть важно 100 или 101 десяток. Вот. Реализовано на НОСИ. Для Erlang программистов это обычно плохая штука, потому что когда вы используете какой-то сишный код у себя в проекте, он может уронить просто всю вашу ноду. Как бы. Но зато быстро работает. И есть вторая проблема. Это то, что планировщик с ним не очень хорошо работает. То есть у Erlang есть планировщик, который переключается между задачами. У него есть количество редукций, которые может сделать процесс. Это количество операций, грубо говоря. Вот. И если вы вызываете какой-то сишный код, естественно, он его по операциям не бьет. Он у него идет как единая такая операция. И в документации написано, что ваш сишный код должен быть очень-очень быстрым, иначе Erlang будет с ним плохо обращаться. Ну, как бы есть такая проблема. И вот еще одна проблема. Нет потоковой безопасности. Вот странная штука. Прямо вы, если откроете документацию, HD-регистограмм, там написано, не пробуйте использовать в нескольких потоках. Это вот в наше многопоточное время. Очень странно. Но забегая вперед, я хочу сказать, что мы сделали свой форк, который, собственно, использует Atomic Counter, добавили там несколько строчек, немножко поменяли функции, и стало работать несколько потоков. Но, наверное, стало работать медленнее. Вот. Какие я хотел показать числа? Эксперимент – это складывание чисел в разные гистограммы. Вот которые я до этого перечислил. Это экзометр, фолсом и HDR-гистограмм. В 1,3 потоков. Почему 300? Ну, для того, чтобы это число было просто гораздо больше, чем количество ядер, чтобы не влияли вот эти вот эффекты всякие. Два типа нот. Это C4-8XLARCH. Есть такой тип на Амазоне. 36-ти ядерный. И лаптоп. Ну, просто мой ноутбук, который на МакОсик. Вот. 20 запусков с последующим усреднением. И, в принципе, можете… Я думаю, что после конференции будут доступны материалы. То есть можно скачать этот репозиторий. Там есть тег, который отмечает код именно на момент хайлоа до 2015. Но пока он никуда не ушел. Вот. Поэтому можете скачать, допустим, набрать make и посмотреть, какие там получаются у вас, допустим, цифры. Или просто посмотреть, как я это измерял. Например. Вот результаты для одного потока. Здесь ничего такого сильно страшного нет. То есть цифры довольно близкие. Ну, 5 секунд на 3 миллиона операций. Или 6 секунд. Это не так важно. Или 7. Ну, HDR-гистограмм существенно быстрее. Это как раз показывает то, что будет, если вы сделаете каунтер в C, например. Ну, то есть будете вызывать эрланговским НИФом. Вот. Интереснее становится, когда 300 потоков. То есть вот эта вот пунктирная линия, которая здесь есть, это примерно в районе 5 секунд. Я обозначил такое среднее между значениями, которые были на предыдущем графике. Для того, чтобы увидеть, что некоторые в 300 потоков становятся гораздо медленнее, чем в однопоточные. А некоторые быстрее. То есть по-хорошему, конечно, мы ожидаем, что у нас стало больше потоков, все станет быстрее. Но вот оказывается, что не всегда. И очень любопытная разница между операционными системами. Потому что разные вызовы эрланга трансформируются в разные вызовы операционной системы. За счет этого получается по-разному. На Макосе и на Линуксе. То есть вы, допустим, если что-то тестируете у себя на ноутбуке, оно может совершенно по-другому себя повести потом на Линуксе. И это видно вот с дефолтными экзометровскими счетчиками. То есть они стали быстрее на лэптопе, но чудовищно медленнее просто на Линуксе. То есть тут как бы нет для этого какого-то красивого объяснения сейчас у меня. Это нужно копаться, разбираться, во что уж там превращаются эти вызовы. Но здесь видно, что нужно использовать HDR-гистограмм, если у вас есть такой выбор. Он получается гораздо быстрее. Ну и я еще построил такой график, как он деградирует с увеличением количества потоков. То есть по оси X количество потоков и по оси Y это время. Ну видно, что на Линуксе на самом деле вы когда увеличиваете количество потоков, несмотря на то, что ядер много, почему-то лучше не становится. Ну хотя бы не становится хуже. Это хорошо. На МакОсе становится лучше, но потом это все, ну как бы, потом главное не деградирует. Дальше я строить не стал больше 15 до 300, потому что там график примерно так же себя ведет. Уже не сильно интересно становится. Вот. Вторая часть. То есть это было про временные задержки. Еще можно измерять счетчики. Вам не всегда важно, какие значения приходят. Иногда вам просто нужно знать, что они пришли. То есть у вас есть какие-то срабатывания, вы их считаете, например. Самый такой стрейтфорвард способ, который приходит на ум в Ирланге. Вы знаете, что есть именованные процессы с состоянием и можно к ним обращаться. Можно сделать процесс, который вас будет считать и обращаться к нему через генсервер колл. Это плохо, потому что процессы, которые будут его вызывать, будут блокироваться. И вы получите просто, испортите просто то, что измеряете. Есть другой способ без блокирования, не блокирующийся вызов сделать. Это еще хуже, потому что вы переносите проблемы в другое место. То есть у вас, вы делаете кучу вызовов действительно с большого количества потоков, но генсервер работает на одном ядре и у него просто переполняется мейлбокс. То есть это генсервер каст, это просто письма к генсерверу. И если у вас много данных идет, то вы их, конечно, посчитаете потом, если, допустим, данные перестанут идти, вы там нагерировали миллион событий каких-то. Но если данные прибывают и прибывают, вы просто упадете по нехватке памяти. Поэтому это очень плохо. Кроме того, есть в ETS, о которой я говорил, встроенная функция счетчиков. И она довольно хорошо работает на самом деле. Если считать через ETS, то вы можете писать с нескольких потоков. Он там как-то это внутри все обрабатывает. И хорошая штука по поводу ETS, то что он поддерживает транзакции. То есть вы можете сказать увеличить счетчик на ноль, например, а потом там уменьшено какое-то еще число. И он вам будет выдавать, какие значения были после увеличения, например, на ноль. И это все производить атомарно. То есть вы можете сбрасывать счетчики и узнавать за одну операцию. Это как бы хорошо. Кроме того, есть соблазн, если вы, допустим, часто хотите что-то считать, очень много, есть соблазн считать не все, например, а считать все с какой-то вероятностью. То есть с вероятностью, например, 1 сотая производить эти инкременты. И тогда, увеличив вот это число, которое вы получили в конце на 100, вы как бы получаете результат. Но проблемы возникают тогда, когда у вас мало данных. Закон больших чисел, конечно, не работает. Вы увеличиваете на 100 и получается какая-то чепуха. Какая разница между библиотеками, о которых я говорил? То есть можно посмотреть, что у экзометра счетчики уже гораздо быстрее. Приближаются, в принципе, к hdr-гистограмм. И здесь я еще привел результаты для хостовой рекурсии. Это если вы просто увеличиваете счетчик и рекурсивно вызываете, допустим, функцию. То есть это, так скажем, такой предел, которого не получается достигнуть. Здесь следующее, это для c4xlarge, можно увидеть, что для 300 потоков ничего плохого не происходит. То есть можно считать фолсомом, запросто можно считать экзометром. Не обязательно для этого заморачиваться, вставить hdr-гистограмм или что-то еще, считать через нифы. Как бы это не проблема. Для того, чтобы реализовать сэмплирование, про которое я говорил перед этим, нужны случайные числа. Ну и довольно часто у человека есть соблазн какой-нибудь рандомчик куда-нибудь запихать, чтобы что-нибудь посчитать. Допустим, как быстро работает гистограмма, там складывают случайные числа. Но это потенциальная проблема, потому что… А, ну да, я как раз, извиняюсь, сказал про сэмплирование. Это не потенциальная проблема, потому что случайные числа иногда приносят дополнительный лог. Сейчас покажу это на графиках. И есть такое решение, когда вы можете просто использовать время как случайное число. Если у вас много параллельных процессов, вы, например, можете туда добавлять какую-то соль, брать хэш, и число будет уже относительно случайное. Поэтому вот в следующей графике я сравнивал как раз случайные числа с таймстемпами. Здесь в Ирланге есть одна такая штука, на которую бы я хотел обратить внимание. Ладно, там вот рандом, ладно, SSL-ный рандом очень медленный на 300 потоках. То есть он даже в идеальном случае, если распределение между задачами, так скажем, хорошее, он должен был быть такой же. То есть тут объемы данных никак не поменялись. И вы должны теоретически получить те же самые числа, но нет. То есть на SSL-ном рандоме вы получаете все гораздо хуже. Есть в Ирланге такая функция, это Ирланг Now, которая выдает упорядоченные таймстемпы. То есть когда вы к ней обращаетесь, вы вроде бы получаете просто время, но на самом деле процесс блокируется, пока не перещелкнется таймстемп до следующего. То есть там не пройдет одна миллисекунда. И поэтому, как ни странно, многие не знают, и даже вот в известных библиотеках с випсокетами часто используется этот Ирланг Now, который создает лог. Вы запускаете процесс на многоядерной машине и не получаете никакого ускорения. То есть такая вот вроде бы очевидная, но странная штука. И здесь логарифмическая шкала, поэтому пусть вас не пугает то, что как-то данные вправо-влево уходят. Еще одна тема, это когда вы измеряете временную задержку, вам иногда хочется посчитать разницу. То есть разницу на разных хостах. Ну тут возникает, это в принципе тема довольно большая. Я так очень поверхностно коснусь. Возникает ряд проблем. То есть, во-первых, у нас облако на докерах. Если у вас тоже докеры, то вы знаете, что вы не сможете поменять внутри докера время, потому что время такое же, как на хост машине. Нужно останавливать докер, менять время на хост машине, запускать докер. Если вы начинаете обращаться к NTP date, мы тогда как-то так сделали, решили посчитать задержки и посмотреть, какие у нас они получаются. Вроде бы все хорошо, но каждый сервер, допустим, 30 серверов запустили эту команду. Каждый сервер случайным образом выбирает случайный сервер из пула и с ним сравнивает свое время. То есть вы получаете разницу между каждым из ваших серверов с каким-то случайным сервером. То есть это ничего не дает. Кроме того, если вы начинаете общаться с одним сервером, вы очень быстро получаете отказ от обслуживания, и он просто вам не говорит никакое время, он говорит, что у вас лимиты исчерпались. И выход, конечно, собственные NTP сервера. То есть мы в итоге подняли себе для того, чтобы уменьшить задержки, но лучше всего просто не считать, не сравнивать таймстемпы с разных хостов. Это как бы железный способ. И просто полностью синхронизовать время не получится, там все равно будет какая-то погрешность. Кроме того, даже если вы выбрали такое решение в виде экзометра, какого-нибудь фолсома, который вам считает персентили на каждой ноде. То есть вам хочется посчитать то, что будет в кластере. И отправлять сырые данные совершенно не вариант, потому что данных очень много. Ну, как бы если хайло, то очень много данных. И просто даже нода, которая их обрабатывает, загнется, загнется сеть, все будет плохо. А если вы будете отправлять персентили, то вы просто потеряете информацию. Вот, например, что будет. Я привел пример. Есть две выборки. Вы берете персентили. Вроде бы хорошо, да? Сложили персентили, поделили пополам. Вроде бы тоже четверка получается. Но меняем вторую выборку, вот таким образом, например. Персентили остается тем же самым, но персентили итоговой выборки меняется. Потому что, ну, действительно, как бы вы не считали, как бы вы не хитрили, там, не учитывали вес. То есть здесь даже просто одинаковое количество чисел в выборках. Самый простой способ, самый простой случай. То есть персентили без характера распределения смержить, ну, просто не получится. То есть если вы будете это делать, вы получите какие-то странные данные. Ну, и будет зависеть от того, как вы это реализовали. Если вы будете считать, что у вас все ноды в кластере одинаковые, то они станут неодинаковыми. Ну, то есть будет какая-то больная нода, которая будет давать выбросы, а вы будете, соответственно, считать, что все в порядке. То есть это проблема. Но с HDR-гистограмм, который использует как раз вектор, вот такой по бакетам, такой проблемы нет. Ну, что данные не теряются, они уже сгруппированы, и вот эти вектора можно отправлять и как бы суммировать. Но проблема в том, что данные в дефолтной HDR-гистограмме нельзя объединять. Ну, как бы тоже почему-то не подумали, как про многопоточность. Но мы сделали свой форк, его можно тоже посмотреть. Вот, собственно, мораль такая. Да, если у вас есть какое-то средство для измерения, ну, там, засекания времени, там, или просто для счета, нужно сначала проверить это само средство, подходит ли оно вашей системе, не портит ли оно вашу систему. Вот. И потом уже измерять. Потому что иначе очень просто, допустим, измерить что-то не то. Вот. Собственно, у меня все. Если есть вопросы, буду рад ответить. Да, да. Чем что? Может быть, у Амазона есть свои НТП-сервера, которые можно использовать. Может быть, они лучше, чем пул НТП-орг? Да, они, скорее всего, лучше. Но мы подняли свои, как бы, свои сервера еще лучше, я думаю. Ну, как бы, мы в итоге все-таки не измеряем просто на разных хостах. Ну, на всякий случай, потому что, как бы, есть сложности с учетом этих задержек и так далее. Ну, да, да. Скорее всего, Амазоновские лучше. Спасибо за доклад. А вы говорили, что в итоге свою пилить. Про что-то не услышал? Или вот то, что форк, ну, или hdl-гистограмм, да, это вот, собственно, оно и есть. Ну, то есть hdl-гистограмм, у нас есть свой форк, который поддерживает, во-первых, многопоточную запись, во-вторых, он поддерживает суммирование. То есть можно взять векторы, сложить то, что в оригинальном нет. То есть это можно найти очень просто, если набрать на гитхабе слышмашинзон, то там будут вот эти все репозитории с нашим бичмарком и с форком hdl-гистограммы, там еще с другими штуками. Ну, да, то есть оно доступно. Я понял. Спасибо. У нас, как бы, немного еще добавлю, что такая вообще философия, что бичмарки должны быть открытыми для того, чтобы люди, ну, как бы понимали, откуда мы берем эти цифры, вот, поэтому бичмарки мы опенсорсим. То есть у нас есть свои технологии, там, передачи сообщений, которые скрыты для того, чтобы их люди не взломали. Но бичмарк считается, что если даже человек взломает, то, ну, непонятно, что из этого будет. Здравствуйте. Такой дурацкий вопрос. Я не знаю, может, пропустил. На какой версии Erlang все бичмарки делалось? Сейчас 17.5. Ну, да, кстати, это, это не то, что дурацкий вопрос. На самом деле это хороший вопрос, потому что Erlang Now выкинули из 18-й версии Erlang. Да, там сделали другие функции. Да, это действительно так есть, потому что, ну, с ним много проблем, вот, он блокирует, и в 18-м Erlang его больше нет. Да, это с 17-м Erlang. Ну, там в 18-м новые функции есть. Ну что? Ну, если нет больше вопросов, да, большое спасибо, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...